итак фундамент бани опалубку мы выставили много было сложностей вот здесь был приямок вот такое оселение угла чтобы в воздухе создать опалубку вот там щель но на ниже уровня земли бетон немножко расширится а потом он течь уже не будет это что бетон не вытекал в щели внизу опалубки из-за перепада подобрать доски не получается поэтому мы сделали вот такие фартуки из двойного слоя рубероида на саморезах это нам позволяет избежать утечек бетона мы запасом просто вниз опускаем они при заполнении бетоном прислоняются к стене и протечек не бывает ну вот тут яма была из под дерева очень трудно опалку было делать она вот в воздухе висит также с другой стороны но здесь вы помните была мусорная яма здесь просто все висит в воздухе сейчас я ближе сниму опалубка висит в воздухе мы опалубку под размер взяли ширины опустили ниже уровня земли внизу бетон расширится заполнит полости а вверху выше уровня земли будет все ровно вертикально и горизонтально стараюсь ближе не подходить потому что яма все сыпется и сыпется также фартуки везде из двойного слоя рубероида вот хочу показать армирование углов вот видно сначала мы делаем перекрестие арматуры и вяжем их потом делаем г-образные хомуты по метру каждую сторону для усиления угла которые позволяют углу не разъезжаться сейчас я ближе сниму вот г-образный хомут хорошо виден перегородки разными способами решены вот эта перегородка мы пруты запустили метр двадцать считаю что анкировки хватит внизу г-образные хомуты также г-образные хомуты на всех углах вся арматура стоит на стойках для зыбких оснований на фиксаторах высотой 5 сантиметров вот так мы связки делали перегородки с основной стеной разгружающую арматурину на хомуты поставили игра г-образные хомуты в обе стороны по метру вот хорошо видно вот видите это позволяет перегородки четко анкироваться значит хомуты вертикальные через метр я знаю пошли по снипу надо чаще но опыт подсказывает что через метр вполне достаточно для индивидуальных домов перезакладывать арматур никто не хочет внизу три нитки двенадцатой кстати вот хочу показать вот здесь рыхлый грунт время засыпается траншеи мы его даже сейчас не чистим когда дойдем до этого места вычистим сразу заполни бетоном чтобы полость опять не заполнилась рыхлым грунтом хомуты дистанции все хорошо видно все углы г-образными хомутами все концы перегородок г-образными хомутами основные стены будем армировать 3 по 12 внизу 3 по 12 вверху а перегородки будем армировать 2 по 12 вверху 2 по 12 внизу и хомуты ну вот тут уже залили и хомуты из 8 арматуры через каждый метр почему мы не вяжем сразу верхнюю арматуру потому что тут условия неудобные миксер не может пройти бетон насос хозяин не хочет во первых он не пройдет там провода натянута мешает дерево и хозяин распорядился лить бетон вручную поэтому чтобы при заливке бетона не разбивать и не вымазывать верхний ярус арматуры мы зальем сегодня половину а потом вторую половину арматуры повяжем значит про бетономешалки вот такие бетономешалки китайские мы использовали я извиняюсь даже не полное говно одна сдохла это абсолютно новая бетономешалка еще пока жива вот это наша старая бетономешалка я вас не снимаю это старая бетономешалка вроде бы работала много лет нареканий не было он сегодня много раз прыгнулся шкив соскакивает ремень нам это надоело потом будет думать что с ней делать название фирмы не важно просто вот такие бетономешалки для профессионального использования не берите берите так дома что не замешать три кирпичика положить хоть новая хоть старая при загрузке больше 90 литров они начинают выключаться они тянуть раствор приходится обещанные 105 выхода раствора и бетона фикция реально 85 на максимум 90 никогда не берите тогда мы взяли вот такое чудо техники российская бетономешалка местного самопального изготовления тут поломаться просто нечем тут нет ни фиксаторов вместо фиксаторов просто кусок прута вот видите нету подшипников на проворотах нету никакого усиления на штурвале просто примитивная конструкция двигатель два шкива и бочка для замеса вот эта техника она конечно очень тяжелая неудобная и выглядит некрасиво но мы надеемся что нас не подведет я только что за ней съездил и заменил ей бетономешалку которая сдохла ну все ребят снимать не буду они скромные пацаны все в розыске общероссийском поэтому я снимать не буду да но у меня не гастарбайтерами русские пацанчики четкие все нормально ну все кино закончилось пора работать